так а ю-ху всем привет с вами енот с вами battle chancers night war night war night war нет вар война а night war ночные войны да наверное night war и мы продолжаем изучать хлам огород в поисках что в этом ищем кстати а не суть по большей степени я здесь ничего не ищу и большей степени есть просто фарблю 3 кашку вы сообразить как поменять и так и не понял как что-то не знаю есть магии который бьют по всем это конечно хорошо но 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 как заменить я не понял что там сжать не сжать между должна быть возможность в любой момент выбрать другого персонажа линия или как вообще чё происходит что вот допустим не он не нравится ну он сейчас ниже по уровням и возможно потом он будет получше пока у него очень медленно накапливается мана что они сказали про хотя у него есть ульта которая может остановить на ману чем не только нам а всем вот как поменять как как никак не поменять ты надежды что ищешь я пока нет смысле я пока нет что значит ещё я пока нет Он так не думает. Это дубася друг друга почем зря. И работа стоит и слишком много ученых на чуть ли. В лазарете. Странные дела творятся. Весь чертов склад с клинками смыло в океан. Ну то из ребят не хотело его вылавливать. Боялись, что если нырнут, уже не спорят. С некоторыми, честно говоря, так и вышло. Но мы все-таки его достали. Какие молодцы. Трое. Два мага. Давай кого-то... Нет, это... Сила земли. Снижает параворность. Наносер 4 и замораживает. Снижает ее параворность здесь. На 3 секунды. На 3 хода. Добавляет 5 дневных зарядов. До 3 уровня. Наносит 59 магического урона и накладывает на цель мистическую хворь, который увеличит получение магического урона на 3. Блин, надо было всех поджечь. Ого! Это чаще было? Че сейчас было-то? Два мага еще те гады. Способность удавая огненная буря. Урон всем врагам поджигать на себя в течение... Ну, сильно, довольно сильно, очень скажешь. Минус! Блин, может, надо было одного фигачить. Не надо! Ммм, я пытался что-то закастовать. Блин, ну мне нужна эта... Блин. Которая броню дает. Вот это ни туда, ни сюда. Он средний между всеми. Интересная система. Карта. Вот, идите. Да, блин. Ибрать, что отдать. Вау. Я не хочу ничего давать. Но это все плохо кончится. Он все ждет какое-то усиление. Которое неизвестно где будет. Идем париться и бегать искать. Мимо! Мимо! Система защиты у вас, конечно, так себе. Пригодилось. Откуда у меня щит? Эм, ну ладно. Откуда щит у меня? А, это вон дает. Так, давай-ка. Сюда. Это даже не ударил. Ну, понятно, они на 4 уровня ниже. Скоро уровень получится. Письмо написано яркими красными чернилами, которые, кажется, светятся в темноте. Капитан, клинок должен быть доставлен немедленно. И мне все равно, сколько кораблей при этом разбилось на части. Я даже слышать не желаю бредней о том, что во всем виноват артефакт. Укрепи корабль, сделайте, что там вам нужно. Но доставь клинок на юг. Больше никаких задержек. Если только вы не хотите посмотреть, как быстро обратиться в пепел деревянной трущобы Хламограда. От одной искры в нужном месте. Зачем я это активирую? Для чего? Объясни мне, для чего я активирую майки. Эх, Нолан, Нолан. У него много магии. Он может тупо фигачить магией на сильных врагах. Так, 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 так. Наверх... Блин, где там М? Наверх идти не так далеко, да? Пойдемте наверх, что ли? Может зайти. Что это? Пойти? Да, конечно, войти. Что-то за бункер какой-то. Здравствуйте, капитан. Трюм корабля укрепили, как вы и велели. Теперь нам только меч туда оттащить. Только вот никто из ребят к нему и близко не подходит. Боятся они чего-то... Чего-чего скрывать. Вот, кажется, и пришла пора свое жалование отработать, а? Тут такие истории расскажут. Аж жуть. Как в детстве страшилки, только хуже. Я бы и сам все сделал, но спину повредил. Когда поднимал ту бочку. Медовухи. Кстати, готов покляться, что слышал, как бочка рухнула. Когда я ее в трюм бросил. Можно-то у меня... Тоже крыш поехала? На, бочка ругнулась. А, это мы Нолана. Ладно. Как бы там ни было, мы его на борт поднимали. И я сообщу, как закончим все. Ронг. Оу, зачаровашка. Увеличит физическую защиту на 43. Конечно, можно позачаровать, но нафига мне это надо? А где враги-то? Ага. Ща разберемся. Че? Раз. Два. Три. А! Думаю, я не успею. За воротами в одиночестве сидит неизвестный человек. Вы подходите, и он поднимает голову. Что? За что ты здесь? Я ничего не сделал. Меня подставили. Рано или поздно им придется за это ответить. Так или иначе. Скажи нам пароль от ворот, и мы попробуем тебе помочь. А, так вот в чем, что вам нужно. Ясно. Пока я тут торчу, моя месть не совершится. Я расскажу вам, что хотите, если вы откроете дверь. Ну, открой дверь. Мудрое решение. Кому попало, его не говорят. Я знаю, что там упоминаются деньги. Больше ничего не знаю, дальше сами разбирайтесь. А я пошел. Деньги, значит. Это нужно запомнить. Он крайне охотно путешествует со снами информацией. Да, это несколько подозрительно. Если чему-то можно верить, так это рассказу про месть. Мы приближаемся к цели, но дело еще не в шляпе. Продолжаем поиски. Странные рычажки тут, короче, вообще ужас. Так. Пойдем сюда. О, давно я вас не бил. Иди сюда. Блин, я не видел, я не заметил. Давайте сначала уберем его. Давай, поджигай. Что-то горит в пламени. Тум. Слабо. Промах. Бодрим. Да это мелочь. Четыре уязвимости, нифига себе. Давай, могуще приемом. Были чем всем этот гимман. Хотя больше для себя-то, мне кажется. 40 ман. 40 ман. Так, с тех пор, как таинственная тень начала наводить шорох, мы разве что военное положение не вели. И все равно, то патрульный куда-то вырубит, то что им цены пропадет, замки на дверях испорчены, ловушки обезврежены. Казалось, что скоро все погрузится в хаос. Но наш гость стал неосторожен. Томас, молодой и неуклюжий новичок, застукал ее, когда она пыталась упихать свои формы в форму, отработанную у одного из наших патрульных. Нас удивило, что она почти не сопротивлялась. Мы-то помним, как хорошо ей удавалось спрятаться. Но что уж поделать, заперли ее пока в крюме. А это про нашу подружку. Нельзя использовать пока варгири. Да это разве враги, это так. Баловство. Цепанули, цепанули. А ты быстрее тащиться не можешь, да? Цепанули, 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 цепанули. Бум. Ого. А Игорь выглядит более эффектно, чем наш. Да, это же мелочи. Цауля. Нет. Нет. А робот убил от кровопотери. Я к этому никогда не привыкну. Слышь, убри! Ну и ладно, мы какая-то убьем. Что? Одним ударом. Ну и что-то хотел мне этим сделать. На! Красиво. Бьет, конечно, он красиво. Получше, чем у той девчонки. Скоро уровень. Так, около рабочего места механизма... Мест механизма на записка. Как вообще можно работать, хоть бы просто думать в таких условиях? Я хожу сюда работать, чтобы отдохнуть от своей семьи. Вместо этого ко мне постоянно ходят какие-то люди и спрашивают, готовы ли их оружие? Починил ли я их танк? Мне необходимо меньше шума и больше уединения. По крайней мере, внутри гораздо тише. Да, тише. Кто внутри там? А, да, слышь, иди сюда. Так, да здесь куда тише. Гораздо лучше. Здесь только я, мои инструменты и мои танки. Чего еще можешь желать? Знаю, что звучит дико, но в последнее время танки на меня странно поглядывают. Они не могут обладать собственным характером, но клянусь, так есть. Им может даже прийти в голову, объединиться и взбунтоваться против меня. Если это случится, если вы читаете эти строки, моя гордость, моя коллекция крышек от бутылок хранится под лавкой между двумя домами снаружи. Деньги пожертвуйте на благотворительность. А хотя мы встретили плотный... А, хотя мы выставили плотный периметр, все равно что-то постоянно пропадает. Капитан говорит, что ему до этого нет дела, но мы в итоге выглядим дураками. Один парень сказал, что прошлой ночью вилка какая-то тень шныряла среди грузов и в главном доке. Рядом с факелами... с факельными стойками. Он толком ничего не рассмотрел, но заметил, что фигурка у тени неплохая, да и волосы подлиннее, чем у любого бандита. Я так давно женщин не видел, надо будет поменяться со сменами в этом. Короче, просто хочет найти. Опал. Жень какая-то. А книга спасалку в лавке, если я тут за... Ну, еще есть такая же. Выбранному герою. Конечно, ему. Батарейка у меня 9. Это хорошо. Чувак, ты еще жив? Ты где? То есть, видите, фарм здесь, в принципе, неплохой. Находятся всякие книжечки, всякие другие штучки. Это все можно использовать и прокачиваться. Бесконечный. Бесконечный фарм. Что надо еще для любителей РПГ? Опа. Продолжить. 300 мне так. Ну, ладно. Конечно, я их никуда не отдам. Доктиняй. Мантия. Это что-то Ноландо. Доп-урон но меньше выносливость. Нет, не надо. Давайте порывачим. Трое. Маловато. Улитка все. Для тебя здесь еще я рыбачу. Для внутреннего спокойствия. Либо в надежде, а потом, когда как-нибудь всю рыбу все равно обменяю на эти шар монетки. Шарт. Кольц. Да. Ну, здесь мы все зашарили. Блин, еще место. Ешьте, давайте. Опа, все сюда. Походу, у меня слишком заманчивый чряк, чтобы они со всего места приползают сюда. Кто это? Не знаю, хочется поиграть в игру, где надо просто тупо задротить. Тупо зафармить. Кто-то скажет, играю No Man's Sky. Да нет, No Man's Sky это совсем убога игра. Ее еще пока не закончили. Там максимум, что тебе надо будет делать, это пролететь три планеты и все. Три планеты обшаришь, и делать тебе нечего. Потому что ты поймешь, что все однотипное. Так, там зашарили, там зашарили, ну, теперь у нас остается такой вбок путь. Сейчас уйдем отсюда. В общем, здесь мы найдем еще и стрелка нашего. Где-то. Как вам не танки? Они просто обожают людей. А, да, без разницы. О, 880. Это хорошо, это мы любим. Давай дадим тебе силу земли. Ты давай сразу огненной бури. Бум! Ту! Я же сказал, подряд сюда. Не надо. Ой, да это мелочь. Это у нас очень мощный хер. Давай, покажи, что ты можешь. Дает, защищает союзника. Ледяное копье. Давайте копье вжать. Блин, ну, мы раньше. Не обратил внимание, ну ладно. О, 12 и 2 очка таланта, и все. Эх, как же тебя сменить-то? На 13-м что-то да появится. Первый бы посмотреть, что-то интересное, наверное. Так, у меня вот есть 4 очка. Мы можем бережливость выкинуть. Ледяное копье теперь вносит дополнительный рун. Увеличить вероятность критического урона. Нет, нафиг надо. Давайте бурю прокачаем. Я иногда пользуюсь, нет, да нет. Так, что здесь увеличить? Блин, тут качаться и качаться, ужас. Так, стойте. Что это за фигня? Кажется, это какая-то ремонтная станция. Но для активации требуется батарея, стоящая здесь. Робот отличается от всех, что вы видели до сих пор. Сбоку у него ячейка для ядра ИИ. Возможно, если вам удастся его починить, он будет служить вам. Давайте отремонтируем. Ремонтный цикл завершен. Приведенный порядок, робот обращается к вам. Приветствую, хозяин. Я сотрудник сервиса утилизации, меня называют Сюди. Моя единственная предназначение служить вам. Что вы мне прикажете? Сожги этот мир! Слушаюсь и повинуюсь. Внутренняя ошибка. О, нет. Разум покидает меня, я чувствую это. Покафавшись в ломках Сюзи, вы понимаете, что в ее конструкции много ценных деталей, которые пригодились бы любому любительному механике. Вам кажется, Сюзи хотела бы, чтобы они достались вам. Ну, броня и... Ну, уже здесь ничего не сделали. Так... С уходом законопослужных торговцев, Хламоград оказал... Окончательно превратился в притон для воров и бандитов. Порт, когда бывший оплотом свободной и честной торговли, остался интересен лишь преступникам. В Хламограде находится место для покупателей контрабандных товаров, любителей замедленных удовольствий и тех, кто просто хотел исчезнуть, если, конечно, у них приводились деньги. Кто там булькнул? А, Анжела. Потом тебя почитай, Анжела, через полчасика. Так, туда пока рано. Я не все зашарил. Неужели ничего больше нет? Конечно, положение дел тут вообще неудобно. Где-то шагает робот, я это слышу. Я слышу тебя, животное. Минус. Так, ледяное копье наносит шармоги. Шо, если противник уязвим, замороженный, еще что-то давайте проверим. Должно быть 180. Мощно бьет. 160. Ну, меньше, как-то, ну ладно. Да-да. А ты не в лайте, ты просто исцели всех. Пусть мана полная. Хотя рано я использовал. Рано, рано, блин, ладно. Сам виноват. Это все, что ты можешь? Давай, берстерка включай. Так, ну-ка. Давайте еще вот так же. Удивенность к магии. Один раз промахнул. Как-то вот промахнулся-то. Как тебе, Зайта, будешь знать. Ну, вот пить. Сундучок. На этом уровне вряд ли что полезное будет, конечно. Вот уровней бы сразу эпически пойти бы. Так. К столу большим кинжалом прикол-то записка. Кусок идиота. Хоть на этот раз постарайся не забыть пароль. Ром. Дальше записка чем-то залита. Больше ничего прочесть нельзя. Кажется, кое-кому следовало здесь кое-что оставлять. Не стоило здесь оставлять. Я вам говорил, они тут умом не блещут. Ура, я знала, что мы что-нибудь найдем. Ром, это только часть пароля, значит... Похоже, мы нашли все, что нам нужно. Вернемся ко входу. Да, вернемся. Когда все зашарим, тогда и вернемся. Что это такое? Ага, это создать. Доп-рон даст. Но он типа сильнее. Логически, считай, ниже в нос, я снижу. У меня нету стальной... Клубы стали. А можно сразу низко создать? Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Ого. Это для нее. Хорошее было бы сделать все. Все, что может улучшать. Проворность. Сила атаки минус. Физо-щита минус один. Выносливость минус четыре. Проворность это дает. Сейчас разберемся. Давайте первым делом сделаем вот это оружие. Оно вроде сильнее. Доп-урон плюс двадцать. На защиты меньше. Не знаю. И здесь сомнительно. Все сомнительно. Ладно, потом сделаем тогда. Пока я не вижу в этом нужды. Как бы хочется, но толку. Так. В последнее время Хламоград ожил. Корабли так и снуют туда-сюда. И даже в самых темных и врачных уголках стали появляться огни. Иногда сквозь пьяный хохот и звуки случайных выздоров слышится странный механический шум, похожий на рыб. Судя по всему, все дело в деньгах нового нанимателя, который рекой текут в карманы местных преступников. Так, сейчас я вернусь еще. Просто не хочу упускать возможность фарма. Вы же понимаете, фарм. Вот видите. Видите, фарм. Увеличит проворность, увеличит силу атаки. Все это надо. Фарм. Фарм. То есть, как раз три захода будут, и я всегда фармю. Суровый мужик следит за вашим приближением. Шли бы вы подсюда подальше, обратиться к нему. Он резко оборачивается и смотрит на вас своим тяжелым взглядом. Почему бы вам сейчас не пойти куда-нибудь еще? Я не знаю, что вам нужно, но здесь вы это не найдете. Ты Эверстон? Он смотрит на вас, не мигая, как хищник на жертву. Не следовало... Не следовало признаваться, что вы знаете, кто он такой. Это была ошибка, и теперь мы оба о нем пожалеем. Короче, он сказал, чтобы мы зря сказали. Мы тебя не боимся. Ну что ж, если вы хотите потанцевать, то подходите ближе. И я прошепчу вам последнее, чтобы услышать о своей жизни. Вы не успеваете опоться, как он выхватывает арюш. И типа это все, что ты можешь нам противопоставить? Ты издеваешься? На! На! Все. Надо не забыть зайти к тому чуваку. О, реликве. Блин, да просто реликвия, да? Жалко. У нас осталось еще две локации, к которым мы должны прибежать, прежде чем пойдем за паролем. Мне нужен опыт, мне нужен вещи, мне нужно все, 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 все. Уйдя, давай. Че не все сразу-то? Прямо спадам вас убивать. Все, что ты мог. Ты бы там, не знаю, в другую какую-нибудь уязвимость бы кидал бы, а то ты бесполезная. На. Хорошо, бьет, типа обидно. Ну блин, мы быстро с нами. Давайте сюда. Блин, он дольше не ходит, чем мы с ним сражаемся. На! Ого, и сам кровотечение нанес. Нам надо же 10% нанести кровотечение. Давай, ледяное копье, на тебе. Красиво, красиво, ничего не скажешь. Ну да, если я не похвалишь, никто не похвалит. Без защиты пошел. Без защиты пошел. Без защиты пошел. Зачем ты пошел в защиту? Для чего? Я не понимаю. Что ты хотел этим добиться, чувак? Объясни мне, я не врубаюсь. Походу, комп сломался, он только ушел в защиту. Значит, имеет ли смысл здесь рыбачить? Ну, в смысле, кроме как монеток, я вряд ли что здесь веду. С другой стороны, мне эти монетки нужны, да? Я как-то три раза запарлю, пойду к этому рыботорговцу и все. И заново все ему продам. Хотя, вроде я много рыбачил, но что-то, если честно, мало получил. Все, 41. Я ожидал большего. Ну, может, и достаточно много рыбачил. Давай, поплавок, иди сюда. Я знаю, что это шинырок, вот эта железная рыба. Блин, не угадал. Ну, ладно. Еще одно место осталось. Так. Живи, живи. Какой юркий-то собака. Кто это был? Уритка. Давай, пузырек, не как-то. Поплыли. Ну, в смысле, поели. Короче, ты что там делаешь? Такая большая. О, это что-то мрачная акула. Что-то новенькое. Ну, ладно. Не зря, не зря. Все, уходим. Я вот не знаю, за что он дает монетки. За каждый вид рыбы, или еще что как. У меня их пока 56, и мне надо еще столько же. Или больше, там, 500, или 1000 нужно было. Что у нас тут? Стой. Патруль. Что-то, что-то упустил. Здесь лучше потерял. Вообще молодец. Давай, сражайся. Время бой. Рукопашник. О, это кто-то новенький. Не надо. Где-то жизни. 130, 200, 400, 900. Чего-то он делает, непонятно. Что-то все, что вы могли. Давай, берсерк сюда. Фига себе даже. Что-то мощный обстрел был. Даже не подавлилась. Слышите, что такой дерзкий стал? О. А тут в нее не добежит. Она вообще стынет. Поэтому ее надо будет сейчас обидеть. Да ладно, такая слабая. Первый раз я помню, когда ее увидела, она мне в дала. В общем, не просто так, а прям капец как. Колечко дали. Что за колечко? Ага. Семь, девятнадцать, восемнадцать. И такой же два кольца дали. Здесь полезно, что одно, что второе. Так, можно дорыбачить, конечно. Шаг, что здесь нельзя выловить, там, не знаю, этот сундук. Так, три рыбки. Три рыбки, это не так много. Слышь, иди сюда. По факту все, да? Последняя от локации. И сейчас зайдем, посмотрите, что нам за пароль нужен. Звобода действия и отсутствие контроля пришлось по душе многим торговцам. Однако, со временем, в город потянулись опасные личности. Игроки, гандармандисты и воры. Вскоре, Хламоград завелся не слишком приятной репутацией. Недоверие к партнерам, тайные сделки и атмосфера напряженности заставляли частных торговцев держаться подальше. Честных. Подальше от многих из них. Для многих из них пошлины в анцеллора начали неожиданно казаться в полнепри. В общем, они напугались людей. Ну, это опять этот игрок. Жизнь его ничему не учит. На острове есть только два места, где крупные морские суда могут причалить к берегу. У западной оконечности и у восточной. Западная пристань, захваченная ополчением в анцеллора, стала официальным центром торговли и предпринимательства. Те, кто не хотел мириться с высокими пошлинами и формальными требованиями, обосновались на восточных берегах. В результате чего появился Хламоградск, общий лачуг, построенных на скорую руку. Эти трещобы стали пристанищем множества торговцев-шахтеров и почтовых грузчиков, нахлынувших сюда во время магической лихорадки. О, то есть собери всю. В смысле, а че не могу-то? Потом знань признать для того, чтобы раскрыть потенциал Галли. Да и от Галли одно очко таланта. Галли. Вот такая Галли. У меня ее нету, да? Смотреть товар и че ты продаешь. То есть ты продаешь то, что я мог и так сделать, да? Ха-ха. То есть по факту ничего нового. Давайте вот продадим тогда. Да, я еще найду все. Простая удочка. И червячок простой. Светящаяся приманка. 160. 144. Ладно, нормально. А, все, я все зашарил. Че здесь за бут вообще? Давайте сохраним и выйдем меню, чтобы не бежать в все локации. И продолжим, зайдем, узнаем, че там за пароль был. Вот это Галли. Значит, можно воспоминять? Я до сих пор не понимаю, как их менять. Ах. Я так понимаю, волшебник будет кидать всякие дебафы. Так что Нолана можно будет оставить там в сухих уровнях. Я думаю, он мне будет полезен. Продолжим. Очень легко. Десятый уровень. Не, не скажу, что я прям напрягаюсь, или бои сложные. Ну, здесь будет десятый и до пятнадцатого, я так думаю. Ну, ладно, до четырнадцатого. Мы могли сразу начать с эпического. Но я же говорю, тогда бы мы не пофармили. А для меня фарм здесь самое важное. Оно... Игра вообще не заставляет тебя думать. Ты просто расслабляешься. Редко бывают сложные бои. Но зато ты получаешь определенное свое удовольствие. Что это? Какая-то рыбка халявная. Что это такое? А, нет. Я думал-то... На, походу, в западной, да, которого убить надо было? Разберемся. Ну, действительно, халава-маград, потому что построили из-за того, что было. Пароль. Деньги приносит ром, ром приносит деньги. Ром, деньги, что-то с чем-то. Ром приносит деньги. Кто-то вам отвечает. Открывай. Ого. Сейчас должна быть битва с боссом. Да. Ну, сейчас узнаем, что здесь будет. Так, и кто нас там ждет? Надо нажать и поехать, да? Хорошо. Сейчас все проверим и сделаем так. Ну, там черепок на платформе-то явно к боссу. Ага, просто проверил. Идет куда-то или не ведет? Зачем я эти маяки активировал? Я до сих пор не понял. Ну, ладно, батарейки есть. Че мне париться-то? Для чего-то виду нужно. Поехали. Приветики. Поехали. 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 Мер. Мощная че-то. А давай мы сразу начнем с тебя. Нет. Давай. Пусть будет. Пусть будет. Я... Пусть потихоньку ждет тебя. Сколько ты бьешь? Триста. Ну, это не так много, я думал, с мебель. Давай. Копье. Че ты еще сделаешь? Пронтакол какая-то вся защита. Готовься провести мощную атаку. Снижает весь получаемый урон на 50. Увеличить силу атаки на 15. Для каждой полученный удар. О-о-о-о. Нет. Не могу ущить маны. А давай. Идите. Я ж не знал, что так будет. Что за фигня? Я щас чуть себя не погубил. Уху-ху-ху-ху. Надо будет ману повосстанавливать. Бронька далась, да? Сбой системы. Активация экстренных процедур. Запуск самоуничтожения. Голем сейчас взорвется. Этого нам не остановить. Да и ладно. Бежать надо. Система выключу. он остановил себя может просто повезло такое частенько бывает до вояка скучали я смотрю помощь вам будет кстати о привет моника хорошая форма разумеется но здесь начать не будет приветствую капитан ну что удобно тебе было в бочке могла выйти хуже постойка так ты знала ну да тебе нужно было передохнуть я присматривалась к этим неудачником думала может удастся корабль угнать но очевидно нам тут придется задержаться придется эти бандиты наемники собирают для кого-то артефакты и не подпускают чужаков к этому острову эти гады нас избили а теперь у них артефакт который они тащат вместо под названием могильная вахта бандиты конечно это неприятно но надо найти того кто им платит если доберемся до этой могильной вахте то вполне вероятно найдем их босса моника ты ничего ценного от этих бандитов не услышала ох я кучу всего услышала босс у них какая-то темная волшебница не понять то ли они от нее без ума то ли просто напуганы до смерти судя по их разговорам и то и другое кое-кому завидно что моника нам пригодилась бы твоя помощь ну ладно пойдем искать эту дамочку на могиле блин я понял конечно я ничего не имею против как менять солдат ну что она может где моника где персонажи как посмотреть что эта женщина может сейчас выйду надо будет посмотреть меня бесит что я не понимаю как это сделать че только назад и вниз другого пути нет да ладно вы издеваетесь я думал менять персонажи можно точно не здесь скорее всего только либо на карте либо в трактире но как но как я не вижу тут нету видите параметры нету правление правление вверх-вниз меню особое меню ну особая особая запад земель и никак справочники справочник группы c ничего не происходит что с ним сделать как вы заставить что как где почему без понятия ладно но голем был довольно опасный я ему хорошо как нанес ему все убить просто сто процентов урод был в два раза больше все уходим давай чем выше шанг с проворостью больше шансу есть проворость это уклонение так ну особая минус вот как сменить персонажа кто-нибудь скажет как как я не знаю как меня бесит что это же не могу посмотреть кто чё может а здесь только ограниченное количество может быть печаль ну что ж давайте на этом закончим и продолжим следующий серий я попытаюсь выяснить как поменять персонажи всем пока